Больше дела, а не больше делать. Ну ладно, ты делаешь 1-3 тысячи ключевиков в компании поисковой, есть ли смысл делать сразу на 5-20 тысяч компаний? На самом деле это в гугле, во всяком случае, делать это не обязательно. И на 5-20 тысяч, если даже в Яндекс.Директ, тоже уже давно не актуально. Лучше делать по горячим ключам. Ребята, лучше всего в Директе и в AdWords все равно работают горячие ключи, то есть запросы, которым реально люди покупают. И гугл и Яндекс стремятся к тому, чтобы оставить только рекламу не по информационным запросам, гугл это уже делает, а Яндекс к этому стремится. Чтобы остались только коммерческие запросы, где человек спрашивает прямо практически цену. И к этому мы идем. Можно ли писать в заголовке Яндекс.Поиск что-то еще помимо ключевого слова, например, призыв к действию? Лучше писать, вот сегодня записывал видеоурок как раз на эту тему, лучше всего призыв к действию писать в начале текста, например, как я пишу, внимание, или, допустим, цену. И эта часть текста, первая, она будет переноситься в 56 символов в заголовке. Кто не знает, что это за тема, погуглите, откройте справку Яндекса или посмотрите видеоуроки мои. Так, есть смысл повторять ключевой запрос в тексте объявления один к одному? Повторять ключевой запрос в тексте объявления? Ну, наверное, да, стоит, но не обязательно. То есть 50-50 в зависимости от того, как вы будете, опять же, как у вас простроен текст объявления. Продолжение следует...